Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о показаниях к применению гормона роста. В первую очередь, в самом зачатке, так скажем, назначался он людям с гипофизарным нанизмом или, как по-другому раньше говорили, карликовостью. Потом это был синдром Шерешевского Тернера, это когда у нас происходили различные либо аномалии в развитии опорно-двигательного аппарата. Гораздо позже он стал применяться, но стал применяться при лечении других заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе остеоартрите. Сейчас некоторые у нас им достаточно успешно лечат всякие артриты, артрозы различные. Спортсмены применяют уже на ранних этапах развития различных заболеваний, сопровождающихся воспалительным процессом, ну, заболевания опорно-двигательного аппарата, конечно же. Поэтому это как бы такая причина, которая имеет непосредственную потребность в применении гормона роста. Почему непосредственная потребность? Потому что у спортсмена движение никуда не девается, то есть он либо износит у нас этот, соответственно, сустав в конец, как правило, ну, речь о профессиональных спортсменах, либо, то есть мы ему назначим какие-то, да, гормоны. Не самый плохой у нас выбор для спортсменов – это гормон роста, так как все-таки ввести гормонозаместительную терапию, да, гормонам роста все-таки проще, на мой взгляд, да, и побочных эффектов, в принципе, проще минимизировать, чем нежели, соответственно, курс анаболических стероидов проводить. Гораздо позже гормон роста стал у нас использоваться в косметических целях, да, и здесь нужно заметить, что косметика, она очень часто напрямую связана, значит, с, так скажем, вашими внутренними метаболическими изменениями, поэтому очень часто такое использование гормона роста все-таки у относительно здоровых людей, оно оправдано в том плане, что оно помогает избежать многих других развитий заболеваний, которые находятся только в самом зачатке. И основные показания к этому могут быть уже имеющиеся снижение мышечной массы по тем или иным причинам у людей, да. Некоторые, кстати, очень удачно лечат дистрофию гормонам роста. Это у женщин, соответственно, очень удачно подтягиваются руки, и вообще это признак дефицита гормона роста, это когда вот висит трицепс, всем известный, да, вот это вот место, когда такие ушки у нас висят. Значит, считается, что замедляет он старение, старение кожи, это действительно так, нужно понимать, что он просто как бы обновляет наши клеточки, то есть это не истинное замедление строения, когда на генетическом уровне мы бы отменяли и старение всех органов и систем нашего организма, вот. Но, тем не менее, позволяет улучшить как внешние качества, так и некоторые метаболические процессы, проходящие внутри тканей. Поэтому все, что касается дряблой попы, которая висит, соответственно, я думаю, что я сейчас найду какую-нибудь картиночку, покажу вам. То есть есть определенный формат, когда вот сама попа, она начинает подвисать, кожа становится более дряблой, теряет так называемый тургор в своей коже, то есть упругость теряет. Это тоже может служить показаниями для гормона роста. Заломы вот здесь вот на ушках, такие морщинки образовываются. Сейчас вы тоже увидите фотографию. Тоже, соответственно, у нас может являться признаком дефицита гормона роста. Безусловно, можно сдать анализ на соматотропин, на инсулиноподобный фактор роста. И, соответственно, уже непосредственно от этого отталкиваться, смотреть, есть ли дефициты в таком случае. Также нужно помнить о состоянии молочных желез. Если здесь имеет место быть, опять же, такое провисание, да, сильное груди, то можно тоже задуматься, возможно, у вас есть дефицит гормона роста. Таким образом, получается, что я могу достаточно долго перечислять причины и признаки дефицита гормона роста, и показаний может быть достаточно много. Ну, прежде чем говорить о том, что нужно ли человеку все же назначать гормон роста, или не нужно назначать гормон роста, я думаю, что следует поговорить о противопоказаниях, да, к гормону роста. И нужно поговорить в первую очередь о том, какие же анализы нужно сдавать, чтобы, соответственно, использовать гормон роста, ну, для улучшения качества жизни, или, может быть, для какой-либо терапии, да, в вашем здоровье. Так что, дорогие друзья, смотрите следующее видео, они будут именно об этом. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok